Симунин Михаил Максимович, кандидат технических наук, доцент кафедры композиционных материалов и физико-химии металлургических процессов Института цветных металлов и материаловедения СФУ. Что такое гибкая электроника? К гибкой электронике относятся гибкие конструкции, которые используются в электронике. И в качестве примера можно привести одну из первых таких конструкций – это солнечные батареи. Чтобы спутник, например, питался за счет солнечных батарей, в космос достаточно сложно вывести такую большую конструкцию. В солнечных батареях очень важно, чтобы их площадь была как можно больше. Тогда можно собрать много энергии и, соответственно, зарядить батареи как можно быстрее спутника. Вот эта большая площадь, ее надо как-то уложить в ракету. Для этого эти солнечные батареи складывают. И складывают их особым образом. Этот метод всем известен, называется оригами. И, собственно говоря, таким образом можно упаковать достаточно большую площадь этих солнечных батарей в достаточно маленькую конструкцию. Где еще применяется технология гибкой электроники? Собственно говоря, гибкая электроника нужна в тех случаях, когда нужно каким-то образом упаковать большую площадь. Например, в солнечных батареях, в устройствах обмена информацией, например, устройство водовывода, клавиатура. Или, наоборот, экран, который можно развернуть и потом компактно свернуть, спрятать, чтобы было удобно переносить. То есть гибкая электроника нужна в первую очередь для того, чтобы компактно располагать носители информации. Еще стоит отметить, что некоторые сенсорные системы можно наносить непосредственно на гибкие поверхности. И одной из таких гибких поверхностей является сам человек. То есть на сегодняшний день существует много разработок, когда люди набивают себе татуировку в виде проводящих дорожек, проводящих контактов. Между этими контактами что-то типа переводилки наносят вещество, которое реагирует, например, на оксигенацию крови или на количество сахара в крови, на количество азота в крови. И таким образом можно мониторить свое состояние. Причем, что интересно, что татуировки в виде электрических контактов, они делаются с помощью тоже новых материалов. Это графен, углеродные нанотрубки, которые являются проводящими. Они выводятся в верхний слой кожи. И если достаточно грубо, да простят меня биологи, назвать кожу просто белковым композитом, то вот в этот белковый композит вводятся углеродные нанотрубки, графены. И, как и в любом полимерном композите, они делают его проводящим. И таким образом появляются контакты, к которым можно подводить датчики. Да, и что самое приятное, что с помощью таких татуировок можно набивать не только контакты, но и антенны на человека. То есть он может принимать сигнал и передавать сигнал. Такие татуировки – это уже реальность? Это передовые разработки. Конечно, когда речь идет непосредственно о татуировках, то они сейчас, скажем так, экспериментально используются. Их ценность еще не только в том, что они непосредственно взаимодействуют с организмом, но еще то, что они визуально могут показывать, что в данный момент с человеком происходит. То есть не нужно использовать, например, прибор оксигенации, прибор измерения оксигенации крови или колоть, брать кровь у человека на сахар. Просто по цвету или характеру татуировки можно понять, в каком он сейчас состоянии находится. Когда смартфоны станут гибкими? Вообще на сегодняшний день уже можно делать гибкие экраны с помощью технологии OLED. Это Organic Light Emitted Diodes, то есть органические светодиоды. То есть экраны делать можно. Существуют гибкие проводящие покрытия. Вот я работал в лаборатории, где занимались, в частности, такими материалами. И вот эти, вот совместить органические светодиоды, собственно, проводящие, прозрачные проводящие покрытия, и при этом сделать электрическую разводку к каждому диоду. В принципе, на сегодняшний день это могут. Проблема возникает в другом. Вот мы сделали гибкий экран, а его надо от чего-то питать. А вот питание может обеспечить, ну, только батарейка. И нужно сделать гибкую батарейку. А проблема гибких, ну, вообще, если взять первичные источники тока, то там внезапно окажется, что какая-то нагрузка на батарейку, она меняет напряжение на выходе из батарейки. Ну, и вообще, в целом, меняет, ну, если так общими словами сказать, меняет характеристику этой батарейки. Механическая нагрузка на нее меняет ее электрофизические характеристики. Мы все это в детстве знаем, поскольку, ну, когда был дефицит батареек, мы их жевали. Что представляют собой углеродные нанотрубки? Вообще, дисперсными системами стали где-то заниматься там с 70-х, 80-х годов очень активно. А интерес возник в том, что, оказывается, у углерода форм этих дисперсных систем очень много. Ну, и существует такая байка. Тут, конечно, что было на самом деле, расскажут только те люди, которые этим непосредственно занимались. Но байка такая, что когда изучали спектры далеких звезд и звездных туманностей, обнаружили там, естественно, спектральные линии углерода. Ну, потому что углерод, он вот в процессе термоядерных реакций тоже образуется. Обнаружили в этих линиях серии, которые, в общем, не соответствовали тому, что было известно. Стали этот момент изучать. А как изучать? Надо смоделировать. Значит, чтобы это смоделировать, нужно как-то создать вот эти условия звезды здесь, на планете. Это сделали с помощью тлеющего разряда. В тлеющем разряде электроны ионизируют газ. И этот газ бомбардировал углерод. То есть у нас был ионизированный газ, который имеет там температуру 8-10 тысяч градусов Цельсия, как в общем звезде. И этот газ бомбардировал углерод. И стали смотреть спектр того, что получается. И действительно получили те же самые серии. Наверняка такие эксперименты были и раньше. Но вот именно в 1985 году все сошлось. Что появились очень хорошие микроскопы электронные. Появились очень хорошие математические модели, которые позволяли структуру обрабатывать. И стали изучать структуру вот этого материала углеродного, который получили. И оказалось, что большая часть материала углеродного – это не просто атомы углерода, а усеченный экосаэдр или фуллерен. То есть экосаэдр – это двадцатигранник. Вот если каждую вершину этого двадцатигранника усечь, то получится такая структура с 60 вершинами. Поэтому он называется «Фуллеренция-60». Фуллерен назвали по другой причине. Потому что эту конструкцию придумал человек с похожей фамилией Бакмистер Фуллер. И в честь него поэтому назвали эту структуру. Но структура действительно оказалась удивительной. Ну тут понятное дело, что вроде такая красивая байка, что нашли где-то в космосе. А в итоге обнаружили здесь. Может быть так было сначала, а может потом. Непонятно, но мы знаем, что эти два исследования связаны. Когда стали дальше изучать этот процесс, непосредственно испарение углерода, вообще все сразу поняли, что углерод имеет очень высокую температуру плавления. Вообще из всех элементов имеет самую высокую температуру плавления – 4000 кельвин. Оказалось, что ему термодинамически невыгодно испаряться по атомам. Он испаряется по кластерам. Опять же, это связано с тем, что связь между атомами углерода – она самая прочная, элементарная связь в природе. Ну, по крайней мере, в каких-то таких нормальных условиях, там по давлению, в консервативных условиях. Так вот, стали изучать многообразие этих структур, обнаружили, что некоторые вот эти фуллеренчики, они бывают там других размеров, а иногда они вытягиваются в капсулы. И вот, и Дима, он изучал такие капсулы, и обнаружил, что это на самом деле трубочки, которые представляют собой свернутый в цилиндр графитовый лист. Причем интересно вот что. Что вроде мы все знаем, да, что углерод – самый твердый материал, но в форме алмаза. А при этом в алмазе связь между углеродами – это где-то 9,6 электрон вольт на атом. А в графите, в графене, точнее, то есть в графитовом слое, в одном графитовом слое, вот вдоль слоя, энергия связи – 10 электрон вольт на атом. То есть чуть-чуть больше. Поэтому вот эта связь в графите, она чуть-чуть прочнее. Ну и опять же, вот надо понимать, да, что графит у нас – это стабильная система, а алмаз – это метастабильная система. То есть она чуть более энергетически емкая. Этот материал из-за углеродной нанотрубки, из-за того, что в их стенках заключена такая большая энергия, то есть такая прочная связь между атомами, оказалось очень интересно воспользоваться этим. Тем более, что все там знали, что существуют графитовые микрокатоды, в частности их использовали для электронных пушек, для электронных микроскопов и так далее. Поэтому подумали, а вот как можно вообще использовать это все. И здесь самым интересным было то, что вот эта углеродная трубка, она диаметр имеет 1 нанометр. Ну, в разбросе, конечно, от 0,7 до, по-моему, до 5 нанометров однослойные нанотрубки изготавливают. А в длину на сегодняшний день изготавливали нанотрубки, по-моему, последнее, что я помню, это 2 сантиметра. То есть это в длину очень большая система. А если она в длину очень большая, значит, ее практически можно рукой взять. То есть мы можем взять рукой палку, которая имеет диаметр 1 нанометр. То есть мы можем непосредственно таким объектом манипулировать. И вот, например, в зондовых микроскопах используют эти углеродные нанотрубки, ну, или там, это называется вискеры у них, именно для того, чтобы очень точно ощупывать поверхность и манипулировать мельчайшими объектами, в том числе и достаточно крупными молекулами, то есть макромолекулами. Какие свойства у нанотрубок? Оказывается, что если, что вот эти вот ниточки углеродные, они ведут себя как арматура. То есть они достаточно прочные. И оказывается, что если добавить там эти углеродные нанотрубки в каучук, то есть в шину, например, автомобильную, то молекулы полимерные, то есть вот этого каучука в шине, они будут держаться друг за другом еще крепче. Потому что они держатся не столько друг за друга, а сколько они все будут держаться за нанотрубку, а нанотрубку их как бы соединять. И в результате получается, что это называется рост энергии когезии, то есть рост сцепленности полимера. Оказывается, что в результате добавки углеродных нанотрубок резина становится прочнее на разрыв, ее сложнее порвать, ну и, соответственно, сложнее истереть. То есть можно получить различные смолы, пластичные материалы. Короче говоря, можно получать полимерные материалы, более прочные и больше предназначенные для бытового товарного использования. Самый большой, наверное, пиар-ход, который был сделан с углеродными нанотрубками, это их соотношение прочности, это увязка с какими-то такими яркими моментами их соотношения прочности и их веса. То есть у них очень маленькая плотность из-за того, что внутри они полые, но они прочные достаточно. Так вот, если, например, сделать там нитку из вольфрама, она, начиная с определенной длины, просто порвется под собственным весом. Вот можно сделать такую нитку из алюминия, она будет достаточно большой. А вот если такую нитку сделать из углеродных нанотрубок, то это будет настолько длинный трос, что с помощью него можно построить лифт на орбиту. Как работают с наноматериалами в СФУ? В Сибирском федеральном университете я занимаюсь не углеродными нанотрубками, а нановолокнами оксида алюминия. То есть и в частности их применение для различных мембран и керамик. То есть ведь особенность нановолокон в том, что это же на самом деле палка. И значит можно сделать какой-то хороший плотный каркас. В частности мы делаем из углеродных нановолокон диски по технологии, как обычная бумага делается. Просто фильтруем и получаем мембраны, которые, например, можно использовать для каких-то ионоселективных процессов. То есть отделять одни ионы от других. То есть очищать, заниматься очисткой жидкостей. Ну или в частности, если это речь идет о каких-то там отходах, например, при производстве драгоценных металлов, то там у нас очень часто в отход уходит достаточно ценное сырье. И можно его задержать. А задержать можно на любом фильтре. Но этот фильтр керамический. То есть это фильтр из оксида алюминия. Значит его можно отжечь при высоких температурах, очистить и выделить оттуда нужные вещества, которые там осели на этом фильтре. Ну и также в целом использование нановолокон в керамике, оно позволяет, как я уже говорил, армировать этот материал. То есть мы вводим как бы такую арматуру в керамику, от чего она становится прочнее. Субтитры сделал DimaTorzok